здравствуйте дорогие друзья приветствую вас в новом видео которое посвящено в тестостерону это видео из серии что не нужно делать со своей жизнью для того чтобы угробить в хлам свой тестостерон сейчас у нас первое лирическое отступление это то что было в видео вчерашнем если вы его не смотрели сейчас информация будет о нем и второе лирическое отступление это анонс нашей коллаборации поехали и так дорогие друзья сегодня видео номер два из серии мы работаем со своим тестостероном предыдущем видео я говорил с вами о том какие 5 основных критериев я бы хотел иметь в своей жизни для нормализации выработки тестостерона соответственно это пять критериев которые я бы советовал иметь и вашей жизни для повышения дан этого тестостерона и опять же ребята мы с вами должны не забывать о главном что разница между тестостероном в принципе свободным и тестостероном связанным это критически важная информация которую нужно знать если вы не смотрели предыдущее видео пожалуйста посмотрите его там я описываю очень детально разницу между этими двумя принципиально разными гормонами один из них отвечает за непосредственно мышечную массу непосредственно за вашу мужественность да то о чем мы с вами все беспокоимся количество мышц ваша выносливость и прочие все моменты а второй а это связанный тестостерон тот отвечает за функцию детопроизводства за сперматогенез и прочие моменты ребята свободный тестостерон и связанный тестостерон принципиально разные гормоны смотрите предыдущее видео для более детальной информации теперь второй момент который нам с вами нужно обсудить друзья мои в среду следующую среду опять же это информация актуальна только на данный момент следующую неделю если вы смотрите это видео и уже сентябрь октябрь ноябрь позже или уже не 17 даже гусь то эта информация не актуальна друзья следующую неделю в среду двадцатого сентября в 21 00 у нас состоится замечательный лайф на канале ребят валерия и елены ketogenic diet на этот канал ссылку я не канал а профиль инстаграма ребят я оставлю ссылки на их все профили на их группы в контакте на фейсбуке ребята подписывайтесь мы будем общаться ребята будут мне устраивать допрос с пристрастиями как сказал валерий будет очень интересно будет очень круто в следующую среду 20 сентября в 21 00 по москве присоединяйтесь к очень крутому лайву на канале ketogenic diet точнее блин на профиле ketogenic diet в инстаграме так с нашими организационными вопросами с объявлениями со всеми вопросами покончено теперь мы начинаем видео сегодняшнее то ребята чем я бы хотел поделиться с вами исходя из моего многолетнего опыта работы с людьми опять же которые пытаются построить свое тело который строит тело свое которые добиваются каких-то успехов на поприще выносливости бега либо спорта либо каких-то силовых показателей но все это все это ребята очень важно понимать что все данные вся информация все чем я с вами делюсь это все только для натуральных атлетов ребят которые не используют допинг так вот главное умозаключение которым я бы хотел поделиться с вами сегодня о том чего не стоит делать для того чтобы не угробить блин свой тестостерон друзья это модерация модерация это означает что хотели как лучше получилось как всегда то есть у нас есть две группы людей первые ребята это те которые ложили хрен на спорт ложили хрен вообще на все что связано со здоровым образом жизни и в эту шкатулку мы можем отнести курение алкоголь ежедневная или там через день его принятия не имеет значения регулярное употребление алкоголя каких-то субстанций которые нас расслабляют в общем стимуляторы мы это отнесем к шкатулке стимуляторы туда же мы относим вопросы с неправильным питанием то есть все что полуфабрикаты все что черти где черти как на бегу и абы чтобы не хотелось покушать вот это все история которая называется я далек от спорта настолько насколько это возможно и я не думаю о нем до тех пор пока я не становлюсь полным импотентом в принципе либо когда у нас какая-то степень ожирения или какие-то проблемы со здоровьем в общем полностью расслабленный образ жизни где людям по барабану вот это люди одной категории да как они приходят к этому возрасте 15 16 17 20 это модно это прикольно все как бы тусуются безобразный образ жизни и все такие расслабленные никто особо сильно не напрягается и всем сходит с рук все там он прям стройный такой с детства или девчонка она имеет хорошие формы и до 20 до 25 они держат такую форму благодаря генетике даже несмотря на беспорядочный образ жизни абсолютно ненормированный нездоровый образ жизнь и потом после 25 начинает потихонечку нас догонять вся история с последствиями начинает отрастать живот откладывается на боках понижается очень конкретно уровень тестостерона своего и мы потихоньку начинаем превращаться сначала просто из стройного молодого человека в такой легко обрюзший мешочек с дерьмом средних лет 30 35 и после 35 все это превращается ну уж совсем удручающую картину где ну горе ребята горе вот это состояние которое я в первую очередь хочу предотвратить когда мы говорим о привитии культуры спорта для ребят когда мы говорим о том что нужно что-то делать с молодежью вот это та ситуация на которую стоит обращать внимание изначально чтобы не добавь не допускать вот этого вот обрюзшего состояния за последние 20 лет когда мы ведем беспорядочный образ жизни превращаемся в кусок говна опять же это не приговор ребята приходят и в 30 и в 35 и в 40 берутся за голову и начинают работать бросают курить бросают пить либо пьют в нормированном каком-то варианте я опять же не призываю жить монашеским образом все хорошо в меру и спорт тоже хорош в меру сейчас мы поговорим как раз об этом важно понимать что можно в принципе пустить любой процесс вспять и даже если вы последние 20 лет живете как извините меня брюс уэйн да и у вас все классно все хорошо и вы не задумываясь о здоровье пожалуйста я вас не знаю как просить пожалуйста начинайте не ждите последствий не ждите ожирения не ждите при инфарктных инфарктах не ждите заложенных артерий не ждите импотенции не ждите пониженной блины вялой эрекции пожалуйста начинайте работать уже сегодня если вам 25 самое время если вам 20 вообще прекрасно если вам 35 45 никогда не поздно 35 45 вообще самое время в 50 люди приходят работают и стараются улучшить свою жизнь стараются сделать как можно больше стараются исправить ошибки своей молодости и никогда не поздно ребята начинайте делайте 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 пожалуйста от этого напрямую будет зависеть очень один простой момент как долго вы проживете и все и сейчас мы подходим ко второму моменту очень интересная вещь это зеркальное отображение первой ситуации когда в первой истории мы с забитым хреном живем и вообще не знаем о том что такое спорт пока не случилась беда и в этой ситуации вы повернуты на спорте вы живете только спортом у вас тренировки 5 раз в день у вас постоянно бег у вас постоянно силовые занятия у вас постоянно какое-то напряжение на ваш организм где он не успевает восстанавливаться очень важно ситуация в которой питание кристально чистое я не говорю сейчас о здоровом нормальном адекватном питании я говорю сейчас о состоянии когда вы кушаете блин долбаный вареный рис постоянно и отварные куриные грудки ребята это не питание для нормального человека это питание подчеркиваю для ребят которые используют допинг у которых есть в этом физиологическая необходимость у нас натуральных атлетов ребят которые хотят практиковать спорт в годах закрепленный да когда ты хочешь в 40 50 60 нам нельзя делать обезжиренную диету нельзя быть полностью зависимым от 6 7 разового питания это не здоровый образ жизни подчеркиваю когда слишком много спорта когда слишком вы повернуты на кристальной чистоте это тоже не совсем правильный вариант все хорошо в меру ребята слишком частые тренировки приводят к угнетению своего тестостерона это один из главных камней преткновения с которыми сталкиваются ребята которые перегибают палку нельзя тренироваться 7 раз в неделю нельзя делать силовую 5 раз в неделю опять же подчеркиваю если вы натуральный атлет нельзя бегать каждый день по 25-30 километров естественно потому что вы не будете успевать восстанавливаться бегуны делают короткую среднюю длинные дистанции в течение недели чтобы успевать восстанавливаться ребята все хорошо в меру и в этой ситуации слишком много тренировок опять же будут угнетать тестостерон слишком обезжиренная чистая диета которая будет на корню прибивать вашу гормонообразующую функцию из-за недостатка важнейших нутриентов это тоже нельзя делать нужно иметь сбалансированную диету в которой будут и жиры и углеводы и белки старайтесь жить сбалансировано нельзя постоянно стараться быть в спорте 7 дней в неделю угнетение тестостерона очень сильно будет бить по сну вы не сможете поддерживать такой образ жизни постоянно вот это умозаключение которым я хотел с вами поделиться когда мы стараемся с одной стороны быть супер активными а с другой стороны вообще полностью забил забиваем на то что такое спорт нужна золотая середина разделяй и властвуй это мудрость которую вы должны приобрести и это жизненная кредо которое должно быть в жизни любого человека слишком мало плохо и слишком много плохо важно найти баланс где вы сможете строить свое тело развивать свои физические показатели и ваш тестостерон скажет вам отдельное огромное спасибо по этому поводу ребята пожалуйста старайтесь быть здоровыми активными и полноценными людьми не замыкайтесь на спорте и не замыкайтесь на гуляниях и тусованиях я вас всех благодарю ребята за внимание я надеюсь это лирическое видео было полезным для вас спасибо вам огромное как всегда если не подписались нажимайте кнопку подписаться и до следующего выпуска пока